Дай почитать Интересна она еще и потому, что Япония всегда была довольно закрытой страной и долго оставалась для всего мира тайной за семью печателей. Только во второй половине XIX века, благодаря реформам императора Мэйдзи, государство начал принимать активное участие в международной политике. Когда на всемирных выставках в Париже и Лондоне были продемонстрированы японские товары и произведения искусства, все были в восторге. Даже появилось особое течение – японизм, оказавшее большое влияние на западноевропейское искусство. К сожалению, куда менее известной, чем фарфор, лаковые изделия, шелки, гравюры была японская мифология. Разумеется, это было вызвано и сложностями перевода, и культурной спецификой страны восходящего солнца. В книге 16 глав, и они являются своеобразной классификацией преданий и легенд. Происхождение мира, великие герои, великие воины, есть сказочные, бытовые сюжеты, а есть не только духи боги и вымышленные герои, но и реально существовавшие исторические лица – императоры, военачальники, знаменитые самураи – повлияли и религиозные особенности. Например, синтаизм, основанный на поклонении душам умерших и явлениям природы, за каждым из которых стоит определенное божество Ками. Но не надо забывать и о влиянии буддизма. В книге представлена объемная картина японских мифов и легенд, начиная с древнейших и заканчивая относительно молодыми. О демоне-пауке или кит и Будда из Камакуры, легенды о Кицуне и детском боге Дзидзо – особая глава в книге «Горе Фудзи» Фудзи-сан. Ей посвящены гимны вечной Фудзи «Ты рождена небесами, твоя песня – песня неба». Смертны люди, но могут они прикоснуться к бессмертию на склонах Фудзи. Особое место уделено сверхъестественному – «Призрак матери», «Говорящий футон», «Тенгу» и «Монах, оставшийся без ушей». Но самое главное – в книге много замечательных иллюстраций. Например, произведений Утагавы Куниоси или Утагавы Хиросиге или Хокусая и многих других. 12+. Дай почитать.